Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в первую очередь я хочу извиниться перед вами за то, что слышите за кадром не слишком приятный голос. Я, к сожалению, продолжаю болеть, легче мне не становится и, честно говоря, становится только похуже немножко. Но я все равно стараюсь снимать все максимально актуально и радовать вас все новыми и новыми видео, которые помогут вам сделать правильное решение. Точнее сделать правильный выбор и принять правильное решение, в частности, допустим, по покупке Т-14, которые выставили сейчас на продажу за 2000 золота. В составе довольно крутого набора, если посмотреть сугубо на цифры на калькуляторе, которые у меня получились. Получается очень интересно. Вы за забор платите 2000 золота, при этом вам дают 14 дней према. Если вы будете покупать прем просто из магазина без каких-то скидок, то у меня, допустим, 1250. Того получается за 14 дней према 2500. Выходит, что вы покупаете себе Т-14 в составе набора не за 2000, а за минус 500 голды, которые разработчики вам типа как дарят, что ли. Странная математика, ребят, получается. Вот серьезно. Но факт остается фактом. Что еще есть в наборе? Х5 в количестве 10 штук, которые, пускай и несущественно, но немножко поднимут ваши копилки и добавят элитного опыта экипажа. Что касается вот этих двух сертификатов, я считаю, что их можно сюда было бы и не ложить, потому что, в принципе, сертификаты на пятый уровень. Пятый левел не настолько сложный, чтобы его открыть просто играя и чтобы купить его просто фармем серебро. Хотя для кого-то, возможно, они и будут по душе и кстати, с учетом того, что скоро у нас, ребят, будет обновление 10.0, в котором выйдет новая ветка и, возможно, помогут вам быстрее добраться до заветной десятки. Что касается места в ангаре, без него просто машину не поставишь. Ну а оборудование на левеле не такое уж и дорогое, по 40 тысяч серебром за каждый слот. Короче говоря, существенной экономии не будет. Поэтому самое жирное то, что здесь есть, это, безусловно, машина, какой бы она ни была. И целых 14 дней према, которые существенно помогли бы вам прокачивать ваши ветки, в случае, если бы вы купили данный набор. Я не агитирую его покупать. Честные обзоры на Т-14 вы найдете по ссылкам в описании под данным видео. И вот здесь периодически всплывающие подсказки на них. У меня огромное количество видео по Т-14, по Экселсиору, по Черчиллю Третьему. Почему говорю именно про эти машины? Потому что это единственные три премиумных тяжелых танка на уровне. И у меня есть сравнение по ним. И лично я бы, допустим, в выборе между машинами, этими тремя, выбирал бы себе Экселсиора. Т-14 поставил бы на второе место, а Черчилля Третьего на третье. Ну просто потому что, кроме бодрого, перезаряжающегося часто орудия Деракола, больше ему похвастать особо нечем. У него нет брони, у него нет приведенки. В лоб башни он пробивается просто на ура. Т-14 в этом отношении, безусловно, гораздо лучше. Но почему-то мне лично на Экселсиоре играется более комфортно. Опять-таки, это исключительно субъективно. И сказать, что я претендую на звание самого правильного в этой игре, я имею в виду в отношении к танкам, я не претендую абсолютно, ребят. Я не учу никого играть, я показываю машины такими, какие они есть, и рассказываю вам о своих ощущениях, которые мне та или иная машина дарит. Хорошие ли они, плохие, рад ли я тому, что у меня эта машина есть, получаю ли я, самое главное, удовольствие от игры на том или ином танке. На Т-14 периодически что-то как-то классно получается. Да, бывает что-то бодрое, но сказать, что Т-14 меня прям воодушевляет к тому, чтобы я его взял из ангара и покатил его в бой, нет. Если я хочу взять себе премиумную машину, тяжелую, на пятом уровне, то я беру в первую очередь Экселсиора. Опять-таки это не реклама Экселсиора, как правило Экселсиора и Т-14 продают за те же самые деньги в составе плюс-минус одних и тех же наборов, поэтому рекламить конкретно Экселсиора у меня в принципе и причин-то как таковых нет. Против нас, кстати, как видите, есть Т-14 и сейчас мы посмотрим, какие результаты будут у меня, какие результаты будут у соперника. Ну и соответственно, это тоже какой-никакой, а все-таки дополнительный плюсик к просмотру данного видео, с которого вы сможете для себя принять взвешенное решение, стоит ли вам тратить свои 2000 кровной голды на приобретение конкретно данной машины. Как я уже сказал, если считать сугубо на калькуляторе, то безусловно получается выгодно. И с этим никто явно спорить не будет, если вы покупаете периодически за золото себе прем-аккаунт, потому что вам он нужен для того, чтобы прокачивать какую-то ветку, ну понятное дело, что данное предложение уже выгодно. Вы еще и в подарок получаете себе танк, либо в конце концов вы его можете продать, обналичить его таким образом, переводя в серебро, ну и соответственно, освободить дополнительное место в ангаре, которое стоит еще 250 голды, если покупать его просто из магазина. Время сведения не очень приятное, точность у орудия тоже посредственная. Что касается скорости полета снаряда, я бы сказал, что дискомфортно отыгрывать на дальних расстояниях, и особого удовольствия это не доставляет абсолютно. Что касается подвижности машины. По грунтам машина едет, я бы не сказал, что прям совсем сильно бодро, я бы сказал, что вяло она передвигается, и особого фана это тоже не доставляет. Что касается точности на средних расстояниях, на коротких расстояниях, плюс-минус комфортно играется, все окей. Кританули меня немножко, поехали поразбираемся с вот этим парнем, надо сделать в бою хоть что-нибудь. Вот Т-14, и вот так мы выглядим через призму прицела, как вы видите, здесь особо бодрого ничего нет. Одноклассник, а я являюсь его одноклассником, пробивает абсолютно спокойно, и как видите, он меня тоже бил именно в верхний бронелист. Казалось бы, вроде бы хорошая привиденка, вроде бы все должно быть нормально, но в итоге одноклассниками пробивается просто-таки на ура. Многие говорят, что это чуть ли не имба брони, но я с ними абсолютно не согласен. Здесь нет абсолютно никакой имбы, и если вас где-нибудь зажмут, и уж тем более соперников будет двое, то отбиться от них самостоятельно у вас, скорее всего, не получится. Ну что, досматриваем бой, каким бы он ни был, все равно показательный. Ну и, соответственно, сделаем еще одну катку, для того, чтобы посмотреть, насколько плюс-минус ровно машина играется от боя к бою. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бой для нас закончился поражением. Магическое число 666 урона и это крайне кислый показатель даже для Т-14 на своем уровне. Что касается фарма, то за этот проигрыш мы с учетом активированного прем-аккаунта получаем 19 тысяч серебром. Как говорится, хорошо хоть в минус не ушли. Далеко не фармер и явно машина не для того, чтобы серебряндию на нем поднимать. Результативность по команде средняя. Я бы не сказал, что проигрыш был связан именно со мной. Хотя и я, может, не в чем-то, точнее так, в чем-то не очень хорошо сыграл. Но, ребят, Т-14, он в принципе характеризует собой, представляет точнее собой, такой, знаете, вялый, спокойный геймплей, когда ты особо ничего не ожидаешь. Ты можешь неплохо отыгрывать от башни. Твой верхний бронелист крайне легко пробивается. Да, против товарищей, которые будут левелом ниже, против четверок ты можешь плюс-минус бодро отыгрывать. Да, для них ты действительно сложность, ты действительно преграда на пути, которую необходимо каким-то образом либо обходить, либо пытаться разбить. Но разбить действительно очень сложно, проще уехать и заехать с другого фланга. Что же касается того, чтобы на этом танке действительно получать массу какого-то удовольствия от боев, я бы не сказал, что эта машина на это в принципе способна. Это такой себе ознакомительный премчик для ребят, которые только начали играть. Но, по большому счету, это будут первые грабли, на которые наступит большое количество игроков, которые только познакомились с этой игрой. И в начале им хочется сразу купить хоть что-нибудь, то, что для них доступно. И понятное дело, что первыми доступными танками для них будут танки с ценником до 2500 золота. Ну, потому что будут смотреть рекламные ролики, плюс голду получат за прохождение обучения. И вот эту всю голду в основном ребята начинают сливать. На что? Правильно. Не дожидаясь каких-то, или точнее не зная о том, что в магазине периодически выпадают вкусные дешевые предложения. Как, допустим, там тот же самый шестого уровня Игорек или Франкенштанг за 2500. Не зная о том, что такие предложения в принципе могут быть. Ребята что делают? Покупают те машины, которые есть в ветке исследований. Ну и, соответственно, на этих машинах они начинают катать. Ну, куда ты уехал? Черчилль третий. Ладно, поеду тогда с тобой. Понимаю для себя, что это глупая затея реально ехать на фланг СТЛТ. Потому что поехали мы с тобой в город. Может что-то сделали бы там, хотя бы тяжей подержали, если они там появятся. Так вот, продолжая разговор по поводу Т-14. Огромное количество игроков явно покупали себе его или купят себе его. Сугубо потому, что будут думать, что это дешевая машина. Зато премиумная, на которой, как написано, по крайней мере, в характеристиках машины, вы сможете получать больше прибыли серебром. Но, ребят, далеко не та машина, которую стоит покупать ради фарма, ради фана и ради удовольствия. Да, звучит как-то так, как будто бы я всех отговариваю покупать себе Т-14. Я не отговариваю, ребят. Когда я отговариваю, я говорю, остро не рекомендую покупать себе данную машину. В данном же случае я не осмелюсь порекомендовать к покупке данный танк. И говорю так, как есть. Лучше отложите эти две тысячи золота. Возьмите себе... Мама моя дорогая. Лучше возьмите себе какой-нибудь более дорогой танчик. Но, поверьте мне, он будет давать вам от этой игры гораздо больше. Классно. Нахватался, блин, как собака-блок. При этом ничего сделать не смог. Выехал, поехал вместе со всеми. Все развернулись, уехали. Команда делает, что хочет. Ну ладно, окей. Так, значит так. Свет вообще никто не будет давать, соответственно, поскольку мы здесь вдвоем с Черчиллем. Классно. Ну вот, наконец-то. Первый урон, при том, что я уже слил практически половину своего ХП. Чину. Хорош хулиганить. Башню-то ты мне все равно не пробьешь, у тебя мощи твоей не хватит. Уехал парень по одной простой причине, потому что понимает, что ему со мной ловить нечего. Ну а у нас есть возможность поработать по Черчиллю третьему. Как я говорил, Черчилль третий один из трех премиумных танков тяжелых на уровне. И я бы поставил его сразу на последнее место, как по живучести, так и по многим другим показателям. Единственное, в чем он хорош, это в его дыроколе скорострельном. В этом ему не откажешь. Но держать удар бедняга не может прям совсем. И ждать от него каких-то там хороших результатов, поверьте, вам не приходится. Закину на вскидку. Повезло. Дело в том, что у Т-14 на дальних расстояниях не очень, как я говорил, точное орудие. Очень большой разброс. И отстреливать на дальних расстояниях необходимо тогда, когда ты уже полностью свелся. Ну или, как я сейчас, как говорится, в сугубой жадности. Сделали три фрага. Накидали какого-никакого урона. Сейчас посмотрим, что по результатам боя. Это один из немногих боев, которые действительно хорошие на Т-14. И мне лично сейчас понравилось. Понравилось, потому что получилось дать какие-то результаты. Несмотря на то, что уехал на фланг самостоятельно. При этом всем 1150 единиц урона. Как я уже говорил, три фрага. Что касается результатов по фарму, то за такую победу, ребят, мы получаем чистоганом 43 тысячи. С учетом активированного према-аккаунта. Ну и что касается результативности в команде, то мы с вами на первом месте. На такие бои Т-14 тоже способны. Я не говорю, что он прям вообще ни на что не годит. Я говорю о том, что вам необходимо понимать для себя, какой геймплей вам больше заходит. И хотите ли вы играть на не сильно подвижной, медленной, не совсем точной машине. В которой вы рискуете еще и отхватить парочку другую лещей. Верхний бронелист, потому что он крайне слабо забронирован. Для своих одногласников, но уж тем более, если против шестерок вы где-нибудь как-то попадете случайно. Поэтому, друзья мои, хорошо взвешивайте принимаемое вами решение, стоит ли вам покупать данный набор. Сугубо финансово он очень выгодный. В отношении качества машины, ну здесь уже вам определяться, нравится ли вам вот так отыгрывать. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего, мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok